Здравствуйте! В эфире Финверсия ТВ. Представляем вашему вниманию основные события мирового финансового рынка на прошедшей неделе. Мировая экономика, криптовалюты, драгметаллы и сырье. В еженедельном обзоре новостей от компании X-Critical. Глава Министерства экономики Италии Роберто Гуальтьери оценил прогноз Ассоциации промышленников страны о вероятной рецессии в экономике по итогам текущего года. Он считает, что это вполне реально. Годовое ВВП может снизиться на 6%. При этом министр отметил, что после отмены введенных ограничений итальянская экономика продемонстрирует сильное стремление к восстановлению. Роберто Гуальтьери также сообщил, что в апреле будет введен в действие второй пакет мер для поддержки экономики страны. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг в Великобритании с уровня AA до AA-. В агентстве отмечают, что меры борьбы с коронавирусом могут вызвать резкое увеличение долга страны, что приведет к ущербу экономике в долгосрочной перспективе. На решение Fitch повлияла и неопределенность в торговых отношениях Великобритании с Евросоюзом после Брекзита. По предварительным оценкам, рост ВВП Великобритании в 2020 году снизится на 4%. Государственный долг страны в текущем году будет на уровне 94%, а в 2021 году вырастет до 98%. В 2019 году британский госдолг составлял 84,5%. По итогам первого квартала года цена биткоина уменьшилась на 10%, но в сравнении с традиционными фондовыми рынками главная криптовалюта показала более успешные результаты. За отчетный период индекс Nikkei 225 упал на 20%, FTSE на 14%, а S&P 500 на 18%, что стало для него худшим показателем с 1938 года. Но сам факт падения биткоина вместе с основными индексами подтверждает предположение о корреляции криптовалют с другими финансовыми активами. Все больше экспертов сходится во мнении, что заявление ФРС о бесконечном количественном стимулировании может привлечь инвесторов к биткоину, как инструмент ухеджирования против обесценивающегося доллара. Банк Франции объявил о запуске экспериментальной программы, в рамках которой протестируют разработку и использование государственных криптовалют для межбанковских расчетов. Использование токенизированных финансовых активов может ускорить межбанковские платежи. Финансовые учреждения Франции уже сейчас могут подать заявку на участие в тестировании. Заявки принимаются от любых компаний или жителей Евросоюза до 15 мая. Отбор участников состоится 10 июля. При этом Центробанк Франции не навязывает какие-либо определенные технологии в рамках тестирования государственной криптовалюты. Максимальное количество участников в экспериментальной программе ограничено 10. А главным критерием отбора будет инновационный характер предложенной технологии. Tron Foundation представила собственную систему выпуска децентрализованного долларового стейблкоина USDJ под залог собственного токена компании. Новый стейблкоин представляет собой криптовалюту, создаваемую с помощью децентрализованных смарт-контрактов на основе блокчейна трона. Для генерации USDJ любой пользователь может заблокировать необходимую сумму токенов в качестве обеспечения. После эмиссии стейблкоин попадает свободное обращение, как и любой другой криптоактив. USDJ привязана к американскому доллару в соотношении 1 к 1 через обеспеченные залоговые позиции. Китайское правительство объявило об окончании эпидемии у себя в стране, что может изменить динамику рынка. По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году на долю китайских потребителей приходилось около пятой части общего спроса на драгоценный металл. Вспышка коронавируса привела к падению спроса на ювелирные украшения за первые два месяца 2020 года на 41%. Премия к цене на золото в Китае упала до отрицательных уровней, каких не было до кризиса 2008 года. По мнению аналитиков, внутренний спрос будет восстанавливаться очень медленно. Нефтяной рынок переживает очень непростое время. Эксперты отмечают, что первый квартал был одним из худших в истории торговли нефтью Brent. Ее стоимость упала почти в три раза. Текущий год начался с котировок в 60-66 долларов за баррель. Падение рынка началось после того, как в начале марта встреча стран-участниц ОПЕК-плюс завершилась полным провалом. Стало понятно, что сделка о сокращении нефтедобычи перестанет действовать с 1 апреля. А это значит, что снимаются все ограничения по объему производства сырья. Причиной провала переговоров ОПЕК-плюс стали принципиальные различия в позициях Саудовской Аравии и России. В Бенку в Америке снова ухудшили прогноз цен на нефть на текущий и следующий год. Ожидания цены барреля нефти Brent были снижены до 37 долларов в 2020 году, а стоимость WTI, согласно обновленному прогнозу, опустится в среднем до 32 долларов. При этом эксперты не исключают, что цена обеих марок может временно опускаться ниже 20 долларов за баррель в апреле из-за проблем со свободным местом нефтехранилища. По прогнозу банка спрос на нефть упадет на 12 миллионов баррелей в сутки во втором квартале 2020 года и на 4,5 миллиона в среднем за год. Китайская компания Huawei ставит перед собой новые цели. Одна из них связана с разработкой платформ для самоуправляемых автомобилей. Huawei намерена занять ведущую позицию в стране в этой сфере. Ей придется конкурировать с некоторыми американскими компаниями, которые тоже намерены выйти в лидеры по производству программного обеспечения для автономного вождения автомобилей. Заявление Huawei о готовности к серьезным разработкам в области самоуправляемых автомобилей прозвучало, несмотря на проблемы, которые испытывает компания из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер со стороны США. Резкий рост спроса на хирургические маски, произведенные из тканей на полимерной основе, стал причиной существенного роста выпуска таких сортов тканей китайской компании Down Polymer. Ее доля на китайском рынке специальных тканей достигла 40%, а ее акции за шесть недель эпидемии в КНР, начиная с 20 января, подскочили на 417%. В результате огромного роста продаж ее основатель и председатель Совета директоров Юи Сяо Нин и его жена Хан Ли Мэй заработали свыше 13,5 млрд юаней. И хотя акции компании в дальнейшем немного подешевели, доход китайских супругов от беспрецедентного спроса на маски стал одним из самых высоких в мире. IBM, Oracle и Всемирная организация здравоохранения создают центр открытых данных, который будет использовать блокчейн для проверки достоверности информации, связанной с пандемией коронавируса. Решение МИПАСа позиционируется как информационная магистраль COVID-19, сказал генеральный директор компании, разрабатывающий платформу Джонатан Леви. МИПАСа, созданная на базе Hyperledger Fabric, будет развиваться по мере добавления ряда инструментов для анализа данных, после чего будут проводиться тестирования данных и другой информации по COVID-19. Исследовательская компания Dune Analytics сообщила, что в прошлом месяце на децентрализованных биржах был зафиксирован рекордный объем торгов в 668 млн долларов. При этом февраль тоже был рекордным, тогда на таких площадках объем торгов составлял 438 млн долларов. Но результаты марта на 53% выше, чем февральские, и это первый случай в истории, когда объемы торгов росли даже при падении цены эфириума. Самой успешной стала неделя с 8 по 15 марта. Именно тогда произошел обвал криптовалютного рынка. Портал finversia.ru – финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии. А также доступность и скорость обновления информации позволяют принимать быстрые и качественные бизнес-решения. А это основа стабильного и прибыльного бизнеса. Позвоните сейчас, и представитель X-Critical представит вам новые возможности получения прибыли.